Придумали к этой игре каких-то персонажей, каких-то стилизацию, графику, интерфейс и так далее. Вторым этапом, после того, как мы это все придумывали, мы стараемся это все изложить на бумагу. То есть мы набрасываем в виде скетчей, набрасываем в виде рисунков, набросков. Далее нам следует все это перевести в окончательный вариант, как бы коммерческий. То есть это все мы делаем при помощи компьютеров, ноутбуков и так далее. И дальше уже наша идея реализуется именно на самом девайсе. То есть это что там у нас, телефон будет, или планшет, или другое какое-то устройство. Но все же от, скажем, идеи до реализации на устройстве, идея проходит несколько этапов в своей реализации. Какая же все-таки существует графика вообще? То есть в принципе для нас игра это игра. То есть геймплей, музыка, графика и так далее. Но на самом деле при более детальном рассмотрении, скажем, графического материала, оказывается, что его достаточно много. То есть кроме самой графики, внутренней, это фон игровой, это игровые персонажи, к примеру, у нас существует еще достаточно большое количество вспомогательной графики. Это всякие наши меню, кнопки, поп-апы, сплэш-скрины, лодер-скрины. Это то, что относится именно к игровой части. Но есть еще не игровая часть, потому что все игры, которые мы сейчас делаем, они так или иначе расходятся через маркеты. То есть это App Store, Amazon Store, Samsung Store, LG Store, то есть все, которые мы с вами знаем. Google Play, опять же Facebook недавно появился, тоже заявил о себе, как игрок на рынке маркетов. Почему я вывел это все в отдельную колонку? Потому что здесь каждый маркет требует для каждой игры кучу тоже дополнительной графики. Это иконки, это промо-баннеры, это промо-скрины, это просто баннеры, которые будут показываться где-то там или на устройстве, или на самом маркете. То есть этот объем графики тоже при производстве игры, когда она уже выходит в коммерческое, как говорится, плавание, тоже нужно делать. Таким образом, кроме самой игры, нам нужно еще кучу дополнительного материала сделать. Плюс, у нас очень много существует сейчас на рынке устройств. И телефоны, и планшеты, и так далее, и так далее. Каждое это устройство имеет свое разрешение экрана. То есть, есть устройства, которые имеют разрешение, будем считать минимальным, это старое поколение 320 на 480. И самое последнее, то, чем нас Apple порадовал всех, это Retina с разрешением 2.0.48 на 1536. Это для таблетки и ужасающее разрешение для MacBook. Поэтому, это еще накладывает дополнительные условия при разработке графического материала. То есть, наша графика, которую мы производим, она должна быть воспроизведена кроме того, что в этих объемах. Она еще должна ложиться под эти различные разрешения. А соотношение 320 на 480 и 2048 на 1536 тоже очень значительное. Это может быть очень больно ударено, если графика разрабатывается в растре. То есть, это или мы вниз даунскейлим, или вверх скейлим графику. То есть, растягиваем картинку, или уменьшаем картинку в зависимости от девайса. Вот. И самое важное, вот тут в красненьком чуть не забыл сказать, апдейты. Каждая игра, после того, как она вышла на любом маркете, она будет обновляться. Вы будете делать на нее апдейты, вы будете добавлять персонажей, вы будете добавлять какие-то... Если у вас и на пурше есть какие-то есть, вы продаете какие-то вещи. То есть, вы будете создавать иконки, вы будете создавать эти спрайты, вы будете создавать промо-материалы под эти вещи, потому что их надо рекламировать, чтобы люди покупали эти... То есть, объем графики колоссальный получается. Как нам все это собрать в эту игру? Что нам делать? Каждая картинка, по сути, двухмерна. Палочка тебе? Нет? Я увеличу скорость вентилятора. Я не могу сказать, что я не могу сказать больше. Так, значит, каждая картинка, в принципе, у нас имеет несколько параметров. То есть, в первую очередь, это размер картинки. И сам высота пикселей на ширину. То есть, это образует у нас площадь, которую занимают наши пиксели. Кроме того, если у нас существует еще некая анимация этого объекта, то число этих пикселей умножается на число фреймов, которые мы используем. Что же делать? Это очень большое число файлов. Все эти иконочки, кнопочки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как художнику все это собирать в один проект, и что же делать? Мобильные устройства очень требовательны к памяти. Они очень требовательны. Если говорить о старых устройствах, к примеру, это iPhone 3 третьего поколения, или iPhone 3, 2G поколения, у них на борту около 128 мегабайт оперативной памяти, которая используется на работу операционной системы, на работу приложения, плюс там же в эту память должна поместиться вся эта графика, которая нам нужна в данный момент. Ну, опять же, кроме того, что это все запихивается у нас в память мобильного устройства, оно еще записывается в определенном формате. То есть, все записывается некоторыми квадратами. То есть, плюс эти квадраты имеют кратность. 256 на 256, 512 на 512, на 1024. То есть, если мы возьмем вот такую вот картиночку, к примеру, она у нас будет 1024 по высоте, и там 10 кикселей в памяти, она отъезд 1024 на 1024. Ну, не очень хорошо получается. Чтобы помочь нам с такой бедой, и у нас не получилось, что у нас вылетело приложение на двух кнопочках, люди придумали такую вещь, называется «Атлас». Ну, в принципе, можно это различными названиями называть, но смысл его в чем? То есть, раз устройство берет для себя, выделяет определенный размер памяти, из 1024 на 1024 пикселей. То почему бы не сделать все наши объекты, которые у нас есть, постараться разместить в эту область, и использовать эту область уже программно вырезая те области, которые нам нужны в данный момент. Таким образом мы экономим память, и наше устройство не вывалится, и радостные игроки платят нам деньги. Теперь, дальше, конкретно по атласам. Атлас, чтобы никого не запутывать, это не географическое, это абстрактное понятие. То есть, это графический файл, PNG, к примеру, на котором расположены графические элементы. В сопровождении к этому файлу идет XML-файл, или Plist-файл, или любой другой текстовый файл, в котором расписано, где, в каком месте, в какой ширины расположена та или иная картинка, к примеру, кнопочка, и так далее, и так далее. Кроме высоты ширины, я сказал, есть еще плотность заполнения этих атласов. То есть, каждый элементик мы можем расставить вручную, мы можем сами сесть, попытаться расставить компактненько и так далее. Но это не всегда эффективно получается, потому что, скажем, достаточно много переборов получается, и времени уйдет на это много. Существует понятие плотность заполнения. То есть, различные методы математические используют, которые выставляют и заполняют нашу графику внутри атласа, таким образом, чтобы они заняли как можно меньше места по этой площади. То есть, таким образом, мы, возможно, можем разместить, скажем, всю нашу графику на листе 1024 на 1024, а применив какой-то там другой метод, к примеру, с обрезками, с поворотами и так далее, мы можем сократить это до листа 512 на 512. То есть, это очень важный параметр, который, опять же, экономит нашу память. Плюс, ко всему прочему, скажем, все люди видят мир цветной. Поэтому и картинки наши все цветные. Но, как мы знаем, существует большое количество различных цветовых моделей. То есть, на практике мы знаем RGB, который очень часто применяется в электронике, да, это телевидение, там, и так далее. И существует, к примеру, ЦМИК, который применяется в печати. То есть, печать маек, там, и так далее. Здесь просто мы используем различные цветовые модели. Там мы используем красный, зеленый, синий, а там циан, маджента, елл и черный, по-моему, да? Все верно я сказал. Вот. Но, на самом деле, на мобильных девайсах существует значительно больше цветовых моделей, чем просто RGB. RGB у нас характеризует количество байт, которые мы задаем на одну точку пикселя. То есть, цветность. Вот, к примеру, у нас доступно 16 цветов на один пиксель. Или 256 цветов. Или 1024, или там 16 миллионов, 32 миллионов. То есть, видели все эти вещи в настройках операционной системы, когда мы устанавливаем этот параметр. Вот. Кроме того, существует еще такой параметр. Часть спрайтов, или графики, которые мы используем в своих проектах, она не всегда вписывается в прямоугольник. То есть, когда графика имеет неровные контуры, и мы тогда используем альфа-канал. Альфа-канал, как бы, это отдельный вид пикселя, который не имеет цветовой, как бы, характеристики. Но он имеет свою кодировку. Он также хранится. То есть, по сути, если у нас неровный контур, всю остальную область залита альфа-пикселями. Вот. Поэтому существует несколько различных моделей, чертовых, которые можно использовать. Они характеризуются именно наличием альфа-канала. То есть, есть в нашей графике, если мы просто фоновую картинку кидаем, да, к примеру, нам нужно фон вставить, она прямоугольная, и там не должно быть, как бы, альфа-пикселями, если самое нижнее. Вот. Если мы используем спрайт, то там, по-любому, уже будут альфа-пиксели. Поэтому, к примеру, для спрайтов мы можем выбрать одну цветовую модель, а для бэкграунда мы можем другую цветовую модель. В данном случае здесь приведены несколько моделей. Это взято с определенной программы, которая позволяет, скажем так, в данных режимах выводить графику. Но мы не можем просто так взять и сделать ту цветовую модель, которую мы хотим. К примеру, да. Если базовая, скажем, листь 1024 на 1024, он занимает в памяти 4 мегабайта. Если мы применим немножко другую, то есть не 8 бит будем на 1 пиксель кодировать, а, к примеру, 4 бита на 1 пиксель, у нас таким образом экономия в 2 раза будет. То есть наш лист уже в памяти будет 2 мегабайта занимать. Опять же, если мы уберем альфа-канал, еще меньше наш будет лист занимать. Но все фреймверки, которые существуют, они накладывают ограничения. То есть они могут использовать эту цветовую модель. Она реализована или не реализована. То есть если мы даже выявили цветовую модель 4 пикселя, то не факт, что фреймверк ее обработает и будет использовать так, как нам надо. Он может просто использовать как 32-гитную. Следует разделять размер атласа on-fly и in-memory. On-fly это когда мы взяли PNG-картиночку в атлас наш делали, а она там у нас получилась 317 килобайт. Мы радуемся, класс, у нас маленькая картинка. Но в памяти там нет ни котирования, ничего такого, поэтому если картинка 1024 на 1024, она заменяет 4,96, то есть 4 мегабайта. И атласы следует разделять по типам объектов. Что это такое? К примеру, в нашей игре есть различные этапы. То есть первый этап мы видим загрузочную картинку. После загрузочной картинки у нас появляется игровое меню. После игрового меню у нас там может быть еще какое-нибудь меню, а потом уже сама игра. То есть в принципе, чтобы экономить, очень часто происходит распределение ресурсов. То есть графика, которая уже не нужна, она выгружается из оперативной памяти, чтобы мы могли загрузить туда та графика, которая нужна в этот момент. К примеру, мы меню выгрузили и загрузили спрайты и фоны. Таким образом, мы дали больше памяти для нашей программы, чтобы наша игра могла играть. Отсюда, если мы возьмем, к примеру, кнопочку, положим на тот же самый лист, там где у нас игровые спрайты, то таким образом получится, что мы не сможем выгрузить этот лист с кнопочкой, потому что на нем находятся объекты, которые используются в самой игре. Поэтому нам нужно отделить объекты, то есть взять кнопочки и отдельным их листом сделать, а спрайты и фоны сделать еще отдельными листами. Таким образом, мы возьмем этот лист, просто выбросим, а тот лист загрузим. Это нам сэкономит очень много времени, нервов и всего остального. В любой игре, при проектировании игры, есть композиция структуры нашего интерфейса игры, вообще самой игры. То есть мы не просто придумали игру про то-то и то-то, и вот взяли и сделали. На, программист это сделает. Ну он там добавил кнопку туда, а другую кнопку сюда, а это так налепил. В общем, вышло коряво. То есть это плохо. Должна быть какая-то композиция. То есть мы располагаем название игры, кнопки где-то посередине и так далее. То есть понятное дело, что это все делает у нас художник или дизайнер и так далее. Все это, когда художник нарисовал, все это нужно дать программисту, чтобы это все он потом оформил уже в ходе. Кроме того, у нас есть еще такие элементы, как, к примеру, фонды. Можно использовать в различных приберках нативные, которые доступны для данного девайса, то есть родные. Но мы же хотим иногда добавить красивых каких-то шрифтов, которые там наиболее лучшим образом подходят тем, те, которые есть внутри уже девайса. Они, по сути, представляют подобный спрайт-лист. То есть это такой же набор картинок, которые мы также используем в своей игре. Также у нас есть анимации, то есть наш персонаж не всегда бывает статичен, он очень часто и двигается. Плюс у нас есть такие элементы, интерактивные, как кнопки. Они можно двумя способами. Можно сэкономить, нарисовать одну картиночку, рисунком, наброском. Потом мы это все сдаем, или кто там дает или сразу это художник делает. Все это дело оформляется уже в коммерческий вид, ну, в редакторе, как я уже раньше говорил. То есть я не буду тут рассказывать про особенности. В общем, существуют векторные, растровые, трехмерные виды графика. То есть мы разделяем. По сути, мы сначала или просто раскрашиваем, если фон, то мы просто раскрасывали. Если у нас анимация, то мы раскрашиваем, анимируем, и потом все это мы должны экспортировать. То есть после того, как художник все это нарисовал, нам нужно это все отдать программистам, чтобы они все это запаковывали в игру. Анимация, кстати, тоже следует учесть, что не вся анимация, она фреймовая. То есть если у нас персонаж бегает по экрану, это не обязательно, что каждый кадр его прорисован отдельно. Есть, как уже говорил Евгений, экилитная анимация, она подразумевает вот что. То есть если здесь у нас просто последовательность фреймов будет, например, у нас анимация задана там, в 100 кадров какое-то движение. Финт персонаж делает очень интересный, который мы хотели бы показать вам в игре. То есть мы можем это все, если это финт очень сложный, выгрузить как последовательность кадров. Опять же мы должны учитывать, что это займет определенные ресурсы нашего девайса. Либо, если анимация не очень сложная, мы применяем скелетную анимацию. То есть наш персонаж разбивается на элементы, которые отдельно анимируются, ну, к примеру, в каждом слое, в зависимости от редактора. В итоге мы получаем некую последовательность изменений положений, размеров и вращения каждого элементика, который можем выгрузить в виде XML или текстового файла. Таким образом, у нас здесь будет больше кадров, а здесь у нас немножко элементиков, ну, зато будет текстовая информация. То есть на устройстве такой вид графики уже просто будет, скажем, воспроизводиться. Мы расставим по слоям, к примеру, наши элементы и будем читать XML-файл, поэтому в XML-файл наш объект уже двигает. Ну, сделайте отдельным классом там. Вот. Почему вставляет на графику? То есть таким способом, если мы зададим анимацию, мы очень сэкономим память, а таким способом мы ее увеличим, но зато сделаем супер красиво. Плюс, есть у нас элементы интерфейса. Очень часто у нас есть такие вот повторяющиеся кнопки, менюшки, попапчики, которые имеют иногда большие размеры, иногда маленькие. Но очень часто все эти элементы, они симметричны. Есть такое понятие, как, вот, применительно к флешу, слайс 9, правильно? Вот. Значит, наш объект, попапчик, там, или так далее, он разбивается на определенные элементы. То есть, вот эту конструкцию попапа, то есть у нас есть какая-то обводка, и есть, скажем, активное окно, где мы выводим или текст, или какие-то данные. Мы можем разбить на такие вот угловые элементы, потом брусочки, которые составляют вертикальные и горизонтальные элементы обводки, и центральные элементы, которые составляют, скажем, активную область. То есть, таким образом, мы можем, не скалируя вот эти вот элементы угловые, но скалируя вот эти вот, добиться любого разрешения этой флешки, за счет того, что мы, ну, сэкономили на их размерах. Вот. И тогда нам не нужно делать попапчик такого размера, попапчик такого размера, и все это сохранять куда-то там, графику, хранить и так далее. Если, конечно, все эти окушечки, там, и так далее, они уникальны по графике, или отличаются какими-то этими, лучше, или вынести эти элементы, которые различают их, а сам этот сделать, ну, таким вот скалируемым, это сэкономит очень много места и памяти. Вот. И, как бы, обобщая все это, то есть, у нас в итоге получается очень много графики, которую нужно реализовывать, нужно это все отладить, оно все время падает, не падает и так далее. И на выручку нам приходят атласы, которые экономят наше время, здоровье и ресурсы. Вот. Теперь, как бы, то, как бы, почему эта консеренция называется в пуг, в своей практике я использую флэш. Я очень люблю этот пакет, я давно с ним работаю, но мне нравится, потому что он позволяет мне, скажем, сделать практически все в одном пакете. То есть, очень часто многие рисуют, скажем, графику в одном пакете, потом конвертируют в другой, потом оптимизируют там и так далее, и так далее. То есть, очень много различных программ. Флэш позволяет это все сделать в одной программе. Здесь мы можем и скетч сделать, здесь мы можем все это раскрасить, здесь мы можем все это санимировать, здесь мы можем все это скомпоновать, здесь мы можем все это экспортировать экспортировать ту графику, которая нам нужна для нашей игры по сути одним пакетом мы можем сделать практически все это комбайн как часто бывает в других когда мы экспортируем у нас получается большая куча файлов которые имеют различные какие-то характеристики все эти файлы мы можем собрать используя какую-то стороннюю, к примеру, программу из тех, что мне понравилось это текстур пакеры один из них, так и называется, текстур пакер он мне нравится в него мы закидываем те наши картинки, которые нам нужны настраиваем определенные параметры и в итоге мы получаем атлас под тот фреймворк, который нам нужен но после этого, опять же, нам следует провести некоторую оптимизацию все мы знаем, что кроме памяти у нас есть еще ограничение на ресурсы загружаемого файла ну то есть не то чтобы как бы ограничение а желательно то есть, к примеру раньше было до 20 мегабайт до 20 мегабайт файл мог это через 3G загружаться с маркета если он превышал 20 мегабайт то его только через iTunes нужно было загружать сейчас они планку подняли до 50 мегабайт да? через клайкфай атласы напоры атласов с определенными индексами к примеру в своей практике мы используем корона но в принципе это можно любой фреймборк использовать у нас есть индексы 1 2 скажем 0,5 то есть к примеру если мы делаем игру мы делаем сразу к примеру разрешение под айпад и под айфон четвертый то есть 960 на 640 и 1240 на 768 разница в скалировании там у них небольшая вот поэтому будем считать что скажем все устройства с приблизительно этой шириной там 1024 1280 960 1200 то есть в принципе где-то мы можем использовать там вот этот размер спрайтов примерно на 1024 пиксельных листах если нам нужно опуститься ниже к примеру до 320 на 480 то соответственно к примеру тот же самый текстуры пайкер у них есть в настройках такой параметр scale называется он меньше единицы и больше единицы может быть при меньшей единице размерах он скалирует все в два раза мы можем так скажем сделать наш атлас просто экспортировать как бы один в один а можем в два раза меньше то есть у нас тогда 1024 на 1024 лист станет 512 на 512 и графика в принципе сильно не придет изменений и это все годится для наших маленьких девайсов если же у нас появилась необходимость сделать рекину то тогда нам в любом случае нужно сделать конечно большие лопухи для этого с этими атласами то есть если мы изначально рисовали всю графику 1224 на 768 в фотошопе то потом нам либо надо все это растягивать под большое разрешение либо уже динамически на устройстве то есть за счет того что человек увидит ну это как заметно зернистость на айпаде если запустим приложение айфоновское там видно что эти пикселы они стробируют и так далее точно так же возможно да продолжая то что вы рассказываете вопрос как вы поступаете с девайсами у которых совершенно другой аспект разер а то что вы рассказываете это уже немножко не по графике но все равно хорошо можно составить таблицу у нас любая картинка имеет ширину и высоту мы можем сделать универсальное приложение которое у нас будет скелиться не по всем направлениям а по какому то одному к примеру мы выбираем высоту 1024 следующая у нас к примеру нижняя идет 960 то есть между ними есть некий коэффициент правильно скалирование то есть если у нас здесь был 768 то соответственно здесь у нас 640 но здесь у нас при скалировании получится такое выползание совершенно верно я говорю правильно то есть аспект у нас поменялся если мы будем учитывать сразу вот эти вот вещи и не будем туда ложить графику то мы избавимся от этих лишних проблем с тем что у нас кнопка вот здесь ее не видно ложите все в тот аспект который общий получается а там можете какой нибудь декор я хотел просто дополнить это у телевизионщиков это называется по моему безопасная область да там есть потому что старые телевизоры у них настройки разные часть изображения вулак и вы можете в интернете найти такие рамки есть в общем НТСЦ или ПАЛ и здесь у них вот такая область которая является активной вот эта область и никогда здесь ни титры ничего не пишут потому что на разных моделях телевизоров ПАЛ НТСЦ это все может пропасть вылезть то есть если у вас Full HD да он все покажет а если у вас старый телевизор бабушкин еще и скругленный еще настройка развертка там неправильно работает то там у вас не то что там текст не видно у вас там полэкрана не будет видно да совершенно верно то есть можно такую рамочку универсальную сделать и по ней скажем уже шаблонировать старайтесь вот кнопки здесь расположить не суйте ее вот сюда в края зато вы сделаете универсальное приложение ну или если вы пишете нативно под конкретное железо там 1248 не суйте куда хотите да вот сейчас вы зашиваете всего одно приложение то есть одно приложение имеет набор графики под 3 сразу разрешение то есть им будет режим ipad совершенно верно но это не только я делаю если вы возьмете любую xpa файл apk файл и его распакуете вы совершенно будете удивлены там отдельно лежат 1x 2x 3x то есть атласы по отдельным папкам вы на самом деле загружаете просто память флеш память устройства не в оперативную а когда уже у вас приложение работает оно само берет ту которое ей нужно если она ретина то она возьмет это 2x а если это iphone первого поколения он возьмет 0.5 там то да само приложение оно чуть-чуть прибавит весит таким образом оно у вас универсальное получается вот да закончу у нас еще есть еще время да не умрил так оптимизация цвет градиенты использование числа цветов следите за этим если вы используете всего 16 цветов 16 цветовую палитру то вам конечно же имеет смысл сделать оптимизацию сделать цветовую модель которая использует меньшее число пикселей на 1 ну байт на 1 пиксель бит на 1 пиксель вот размеры атласа ну получается у вас атлас 512 на 512 ну и пусть получается да а что можно так не давать лучше больше меньше больших атласов а какая разница нет на самом деле разница есть могу рассказать недавно была проблема в общем то если вы разрабатываете не они не не